Друзья, ну как, вы еще не совсем подустали? Ну, что-то подустали, по-моему. Ну, давайте, давайте, немножечко активизируемся, да. Если вы видели открытие, ну, вы понимаете, что все это немножечко вот это молодежное, вот это все на чиле, на расслабоне, а тут мы все-таки собрались поговорить на серьезную тему. Мы собрались поговорить про деньги, что может быть интереснее, да, я думаю, вы со мной согласны. Я решила, что нужно и выглядеть солидно, нужно соответствовать, но я здесь всего на пару минут. Я помогу Леше ответить на вопросы ваши, которые будут. Поэтому Алексей Лебедь, издатель, гений, миллиардер, плейбой и филантроп, пожалуйста, поприветствуйте его. Леш, привет. Привет. Как у тебя настроение? Отлично. Все, чудесно. Друзья, смотрите, очень важно, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Много говорила вам про QR-кодик в первые 15 минут конференции. Но и скажу еще раз, как же можно про него забыть. Этот чудесный QR-код, сканировав его, вы можете попасть в чат доклада, куда нужно задавать свои вопросы. Я очень надеюсь, что вопросы у вас будут, поэтому, пожалуйста, записывайте их. Мы, конечно, постараемся сделать так, чтобы каждый из вас смог задать свой вопрос голосом, но, к сожалению, такое возможно не всегда. Поэтому, друзья, на всякий случай, фиксируйте свои вопросы, либо их озвучу я, либо, если вы хотите, у вас будет возможность задать вопрос голосом в зале или же на дискуссии. Все, четко приняли. Все, кто хотел, отсканировали? Ребята, ну что-то вы совсем какие-то уснувшие. Вы все отсканировали QR-код. Все готовы, так? Вот, 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 вот. Леш, теперь я ответственно передаю тебе слово. Удачи. Хорошо. Сегодня я вам расскажу про HTML5 игры. Можно ли на них заработать? Если можно заработать, то сколько? В индустрии я с 2010 года, я занимался сначала, был вроде фронтендера на Яваскрипте, поскольку в 2010 году бэкэнда не было. Вот. В 2012 я начал заниматься играми HTML. Это еще было не 5, это была старая технология, там самые примитивные браузерные игры. Ну и в 2017 году я начал уже разрабатывать не только свои игры, но и сдавать чужие. Насчет издательства, у нас несколько есть успешных кейсов. Вот пример, игра мертвых, земля мертвых, она набрала с нашей помощью 6 миллионов установок. И доход разработчиков увеличился почти в 3 раза. Другой успешный кейс, это хулиганы. Тоже наше издательство. Игра, вот есть один доход и второй доход. За год до этого и год с нами. Вот как увеличился доход. Ну также я люблю аналитику. Аналитика для меня это, можно сказать, вторая профессия. Также я люблю клиентская оптимизация. Для меня это как, скажем, хобби. Я люблю оптимизировать игры. Для многих это, наверное, неважно. За сколько скрипта выполняется за 1 миллисекунду или за 16, все равно будет 60 FPS. Но у нас люди играют часами, и у них очень быстро на мобайле разряжается батарейка. Они нас сильно благодарят, когда мы оптимизируем игры. О чем будет сегодня доклад? Сначала я начну с объема HTML5 рынка. Потом расскажу, как к этому мы все пришли. Технологии про создание, монетизация игр. Наш подход, как можно вообще зарабатывать. И разберем три примера, три игры. Это пассианс, который зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц. Земля мертвых, про которую я говорил, 8 миллионов установок. И еще игру форори, там много будет интересных графиков и аналитики. Чего не будет, это не будет всяких трэш-игр, типа казино, позвони пацану с района, примитивных викторин и так далее. Вопрос к залу. Поднимайте руки. Первое. Кто вообще что-нибудь слышал про HTML5 игры? О, неплохо. Кто в них играет? Кто пробовал делать HTML5 игры? Ну, неплохо. Я думал, вообще все плохо. Отлично. Объем рынка – это 2 миллиарда долларов. Это, конечно, крохи во сравнении всего рынка, но на самом деле в количестве – это неплохая уж сумма. Есть у меня другой график. Вот это, вернее, статистика, сколько российские площадки выплатили деньги разработчикам. Это беззарубежные площадки. Очень любят игнорировать запросы, и у них много секретов от нас. Ну, в принципе, это то, что известно. По крупицам мы смогли собрать и рассказать. Самый главный нюанс – это что CPI равен нулю, поскольку площадки фичерят игры и наливают бесплатный трафик. Если брать большой мобайл, iOS, Android, то мы получаем, что 70% дохода тратят на покупку трафика. Вот пример нашей игры. Это «Земля мертвых». Мы где-то за 2,5 тысячи пользователей получаем в день бесплатно на Яндекс.Играх. Историю можно начать с флеш-игр. Все помнят флеш-игры в 2000 году. Эти были всякие. Вот аналог Zoom, Angry Birds. Башен и так далее. Следующий этап – это был 2010 год, когда начали развиваться социальные сети. Это ВКонтакте. Они имели большой трафик, у них была большая аудитория, и они начали развивать игры, которые основаны на социальных механиках, на друзьях. Вот, допустим, одна из самых известных и показательный пример – это Тюряга. Тюряга – одна из первых игр, где очень сильно влияли друзья. Люди добавляли 10 тысяч друзей в аккаунт, и их урон суммировался. 10 тысяч, поскольку это максимум было ограничения ВКонтакте. Были всякие социальные функции, пригласить друга, сравнения, у кого фирма лучше, у кого там что красивее. В общем, такой этап. В 2015 году Flash начал, скажем, умирать, и началась технология iFrame. Уже не надо было грузить SV файл, приходилось лишь указывать ссылку на iFrame, на саму игру, и, в принципе, работало все так же. Плюс начала раздеваться HTML5-технология, начал появляться Canvas, и начала Flash-технология заменяться. В 2020 годы характеризуются популярностью мобайла. Мобайл – это примерно 50% через iFrame идет, 50% – это через WebView. То есть сейчас все зависит от игры, от площадки, если брать некоторые хардкорные игры, там много десктопа. Если брать казуальные или гиперказуальные игры, ну, примитивные, там популярные мобайлы, естественно. Вот список площадок, с которыми мы работаем. Это российские площадки. Я думаю, все знают там ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, даже есть Билайн, если не любите соцсети, или любите Google вместо Яндекса, ну, Сбер и так далее. Вот пример нашей игры – пазлы. Вот она так органично вошла ВКонтакте. Ну, это зарубежные площадки. Здесь, наверное, с узнаваемостью все плохо будет. Ну, я думаю, Facebook все знают, остальные, наверное, нет. Рядом наша игра Форорион. Это игра, которая у нас на десктопе тоже моба. Ну, и главная вещь HTML5 – это доступность. Игры очень доступные. Допустим, у всех, наверное, есть приложение ВКонтактов, Одноклассника, ну, или Сбера хотя бы. Вот можно продемонстрировать, как Сбер работает. Запускаете приложение S-Ball. Вот, в нем вводите, говорите, запустите игру Форорион, и она запускается. И, в принципе, можно так играть, и довольно удобно. Еще один из плюсов – это нет сильных требований к ПК, к железу. Нужен браузер, и фактически во всех популярных браузерах игра работает. Это Safari, Chrome, Firefox. Еще не требуют установки. Это тоже огромный плюс, поскольку некоторые любят играть на работе, и им не нужно просить системного администратора установить какую-то игру. Запускают Яндекс.Игры, и там играют, поскольку она работает, и вряд ли будет блокировать Яндекс. Еще одно из направлений – это Smart TV. Минус такого подхода, что очень ограничено количество кнопок. Вот их всего пять. Это крест, то есть вверх-вперед, вверх-вниз, влево-право. Окей, и через кастыли можно сделать бэк, возврат. Ну, работает довольно неплохо. Технологично, если смотреть на это, это как обычный сайт у нас, интерфейс на CSS HTML5, и в принципе здесь не так уж много кастылей. Если это было бы чисто Unity играли, JavaScript через движок, то было больнее. Мы используем технологию HTML5, естественно, CSS, и наше любимое, скажем, фреймворк – это Pixie.js. Мы на нем используем все интересные штуки, которые сложно сделать. Ну, допустим, бои, анимации и так далее. Весь интерфейс, опять же, на CSS и на HTML. Это наша серверная часть. В принципе, Node.js мы используем, поскольку мы выходцы из разработчиков JavaScript. Но мы используем еще немного PHP для некоторых там необычных вещей. Там Legacy работает с внешними APIs для генерации данных, для отчетов и так далее. Ну, процента два-три есть. Базу мы используем Postgres, но в принципе это не важно. Мы взяли там для одной сложной игры, и у нас как бы вся архитектура на Postgres. Сервер Ubuntu. Ну, и есть три варианта клиента. Некоторые любят игру запускать одновременно на HTML5 платформах и на мобайле. И с помощью дефолта или Unity можно сделать единый билд. Дефолт хорош для 2D-игр, Unity для 3D-игр. Есть еще варианты 3GS, но я не видел. Я видел кучу демок, но не видел хороших игр, которые были коммерчески популярны. Как вообще игры можно монетизировать? Ну, первый самый очевидный вариант, она для всех, это баннеры. Ну, то есть это технически очень просто, поставить сбоку баннер, вот, и в принципе это получается 50% дохода. Их очень просто подключать, это в панели разработчика ставим галочку, отображать баннеры справа, слева, снизу, сверху, и в принципе все. И люди, в принципе, любят баннеры, ну, не так негативно относятся, как следующие к рекламе. Ну, и минус самый, наверное, очевидный, плохо монетизируется за рубежом. В России это где-то 50%, если брать СНГ, там тоже 50%. Если зарубежные бани, платформы брать, там 10-5%, ну, совсем другие деньги. Другой вариант, это mid-roll, pre-roll. В принципе, это то же самое, тоже вариант рекламы. Это когда человек играет в игру, она резко прерывается, и появляется реклама. Люди это очень не любят. Есть ограничения на показ, но очень популярно за рубежом. Ну, еще есть pre-roll, это когда игра грузии, реклама отображается при загрузке игры. Ну, то есть в самом начале. А mid-roll это прерывает игровой процесс. Есть некоторые движения, хотят немного ограничить законодательно эту рекламу. Ну, допустим, не показывая, допустим, сильно часто. Поскольку некоторые разработчики каждую минуту показывают, это не совсем правильно. Полноэкранная реклама бывает разная. Есть варианты не только mid-roll, но и reward. Ну, то есть игрок смотрит рекламу и получает какую-то игровую ценность. Ну, допустим, что он может там получить? Какой-нибудь осколки персонажа, валюту, энергию. Эту, конечно, рекламу нельзя пропустить. И игроки ее очень любят. У нас есть игры, где люди по сто раз в день смотрят такие штуки. Это довольно интересно. Ну, и жалуются люди, естественно, когда этого не хватает. Следующий вариант монетизации — это инапы. Инапы — это классический, скажем, донат. Игрок платит денежку и получает какую-то игровую ценность. Ну, какая может быть игровая ценность? Обычно оружие, всякие там бонусы, усилители, ускорители. Естественно, для простых игр это вряд ли подойдет. Но, как идея, это довольно неплохая. Если брать простые игры, то это, естественно, отключение рекламы. Наверное, топ-1 по популярности в простеньких гиперказуальных играх. Сейчас два популярных варианта. Это Exo, а-ля прием платежей зарубежных пользователей, и Юкаса, которая хорошо работает в России. Какие еще есть варианты? Ну, самый простой — это с кем-то договориться. Стратегическое партнерство. Вот пример была игра Wormix, аналог червячков Worms. И, в общем, они договорились с Kiwi, что у них броня в форме Kiwi, которая защищает от любого урона. Я не помню, как точно они тогда монетизировались. Скорее всего, либо если был платеж через Kiwi, то игрок получал бесплатно этот бонус. Также есть вариант офферы. Офферы — это какое-то предложение. Ну, допустим, выполняешь задание, в какой-то чужой игре доходишь до 10 уровня, и получаешь в текущей игре бонус какой-то. Или еще там что-то вообще другое, регистрируешь там карту какого-то банка, и получаешь тоже бонус. Банки с этим борются, но такое тоже я видел. Ну, и давно когда-то был популярен майнинг на Яваскрипте. Но сейчас я, насколько понял, про это я не слышал лет пять, значит, это уже тема нерабачая. Ну, естественно, площадки с этим борются, поскольку с ними надо делиться. Они получают как процент, и против всяких таких штук, если разработчик использует без их ведома. Какие вообще есть два подхода создания игр? Самый, наверное, массовый – это трендовый. Смотрим, что популярен на рынке. Допустим, вышел трейлер игры GTA 6, делаем викторину про GTA 6. И вышло что-то про Хаги-Ваги, про Роблоксы, про туалеты, скибиди, делаем игры про скибиди, про наггетсы, про слово пацана. Ну, в общем, смотрим, что в трендах, то и делаем. Мы более зафундаментальный подход, мы анализируем рынок, мы используем аналитику, и для нас важна мета игры. Мета, я чуть позже раскрою термины, у кого кто не знает, но это важная, скажем, гейплейная составляющая для игры. Сейчас расскажу немного про аналитику. Сначала мы использовали аналитику амплитуду, мы очень любили, она была классная, но там была проблема. Мы вылетели с бесплатного тарифа, и следующий тариф был 1000 долларов, ну, то есть либо 0, либо 1000. И для среднего бизнеса это очень проблема. И мы пошли деф-то-деф. Они были классными ребятами, и где-то там ценообразование было, первые 10 тысяч пользователей в месяц бесплатно, остальные 25 долларов. Ну, мы тратили там несколько сотен долларов и были счастливы. Но потом мы все же разработали собственную систему аналитики и назвали ее FitGameStats. Вот, в чем ее плюсы? Ну, во-первых, это 10 площадок, у нас много площадок, и мы можем все сравнивать, сегментировать и так далее, поскольку есть, допустим, площадка Яндекс, есть ВКонтакте, мы сравниваем, какой у них арпу, какие там показатели и так далее. Удобная там система воронок, для нас это важно. Нет задержки данных, у нас есть ивенты, которые проходят несколько дней, вот, и в первый день мы хотим собирать данные, которые как бы попали в систему аналитики. Вот, нет потерь, полное понимание, как формируются метрики, и нет рисков санкций. Ну, и, естественно, мы не тратим много денег на поддержание, у нас просто база данных стала на пару гигабайт больше, и процессор там на 1% стал больше загружен. Какие вообще метрики есть? Это самая основная, это DAO, это Daily Activity Users, сколько пользователей зашли уникальных за день. Есть ВАУ, МАУ, это тоже уникальные пользователи, но за неделю и месяц соответственно. Есть другая метрика, New Users, это сколько новых игроков зашли в игру. Обычно считают за день, можно считать за месяц, за все время, это очень удобно. У многих площадок открытая статистика, можно посмотреть, сколько пользователей всего установили чужую игру. и это в открытом доступе. Мы еще используем метрику LDAU, это сколько зашло лояльных пользователей. Классическое проявление это DAO минус New Users. Но мы ее иногда фильтруем. Мы фильтруем по той причине, что некоторые пользователи повторно заходят в игру, чтобы ее удалить. И чтобы они нам не портили статистику, мы фильтруем пользователей, допустим, пользователей, которые собрали хотя бы один расклад по сеансу или, допустим, поиграли больше 10 минут и так далее. Также и метрика важная Retention. Retention – это процент возврата. То есть Retention первого дня – это сколько вернулось спустя один день после установки. То есть сегодня пришло 100 человек, завтра вернулось 20 человек, значит, Retention 20%. Если через месяц вернулось 1%, то Retention 30-го дня равен 1%. Также мы еще любим туториал, воронки. Воронки – это очень важная тема. Мы строим воронку первой игровой сессии. Мы видим, что, допустим, между первым и вторым уровнем нормальная, после второго и третьего, после второго на три и перед третьим отвалилось много пользователей. Мы сегментируем, разбиваем на много маленьких шажков и находим проблемную точку. Также мы сегментируем по устройствам, площадкам. Допустим, там какой-то критичный баг может на айфоне или на андроиде, либо какая-нибудь вещь, связанная с API-площадок, либо с языком, с переводом. Наверное, самая популярная метрика – это полярная звезда, мы так и назвали. Это самая главная метрика. Допустим, вам нужно какую-то иметь только одну метрику и вы стараетесь с ней работать. Она должна быть количественная, но чтобы немного отойти от игр, вот пример, как примерно площадки считают метрики. Вот если взять ВКонтакте и прочие подобные сайты, для них главная метрика дау, сколько активных игроков в день заходит, или МАУ. Ютуб, он конкурент был телевизору, и чем больше людей смотрели чаще Ютуб, сколько было в сумме проведено минут в их соцсети, это для них была тоже полярная звезда. Ну, если взять сайты знакомств и что-то подобное, это количество отправленных чатов, естественно, вычищенные от спама и так далее. Какие вообще бывают виды игр? Для начала я вам расскажу кор и мета в играх, с чем это различается. Ну, рассмотрим, наверное, футбол. Все, наверное, видели, слышали, играли в футбол. Кор – это управление, управление, действие, допустим, пробивать пенальти, управлять игроком, наносить удары и так далее. Мета – это планирование, это, допустим, схема, схема, какого персонажа ты, какого игрока ты поставишь на замену, когда, какие будут напутствия и так далее. Если брать реальный футбол, то кор зависит от игроков, а мета – от тренеров. И хорошие футболисты не всегда хорошие тренера. Если взять, допустим, шутеры, то там другая система. умение делать хэдшот и быстро прыгать, распрыжка – это кор-геймплей. Если брать мета – это знание карт и понимание, нужно ли покупать в Counter-Strike пистолет в первом раунде, либо его купить чуть позже или накопить на автомат. Игры можно разделить на четыре категории. Первая – это хардкорные игры. в них очень сильно развита мета и очень у них высокое, скажем, время играния. Это не те игры, в которые можно зайти на один час и просто час в неделю и потом забыть. Если в эти игры играют, то сильно много. Вот пример Diablo, Fallout – это относится к хардкорным играм. Также есть противоположность – это казуальные игры. Казуальные игры – это Zuma, Paceans, три в ряд, в которые можно зайти на пару часов и потом забыть и вернуться потом. То есть довольно разное деление. Но это было так раньше, теперь добавились новые. Классы игр – это первая mid-core, это что-то среднее между хардкором и казуальным, это что-то вроде Clash Royale, PUBG, вот такие игры. Ну и казуальные игры можно было упростить, да нельзя и получить гиперказуальные игры, где там единственная механика управляет, допустим, черная дыра, которая все пожирает. Ну или Flappy Bird, да, ее некоторые считают хардкорной игрой, но это просто гиперказуальная игра с кривым балансом. вот, ну вот такие список всех жанров игры, сводный слайд. Теперь поговорим про потенциал. Вообще хардкорные игры хорошо зарабатывают, но у них есть проблема, что у них мало игроков. Mid-core это, они меньше зарабатывают, чем хардкор, ну если брать на игрока, но зато игроков больше. Казуальный еще больше игроков, но доход на игрока еще меньше. Ну и гиперказуальный практически не платят, только монетизация через рекламу. Теперь поговорим о доход и про метрики. Вот пример нашей игры, это пассианс паука-косынка. Я думаю, кто-нибудь из вас играл в Windows, в паука-косынку, ну или хотя бы на телефоне. Она зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, это без активных обновлений. То есть она зарабатывает такую сумму, мы где-то уделяем пару часов в месяц. Мы это считаем пассивным доходом. Если посмотреть график, видно тут у нас мы сначала запустились в ВКонтакте, это синий, одноклассники, оранжевый, Яндекс желтый. Вот. В принципе все платформы важны, но лучше всего она запустилась на ВКонтакте. И в сумме мы вышли на такой доход. На Яндекс на последний месяц были эксперименты, мы как издательство проводим некоторые эксперименты, мы тестировали, закупали рекламу, и поэтому желтый Яндекс на последний месяц не особо, скажем, честный показатель, но в принципе мы поняли, что игра хорошо заходит ВКонтакте наливают трафик платформы. Вот здесь можно увидеть два трафика. Первое новые игроки и лояльные игроки. Лояльные игроки это количество игроков минус новые. То есть видно релиз ВКонтакте, всплеск, и мы фиксируемся над такой высоте, то есть пользователей куча пришло, много отвалилось, но пользователи остались и стали нашими постоянными игроками. То же самое можно сказать про одноклассники, тоже получили какой-то трафик, они зафиксировались и играют дальше. Ну и прочие релизы. Здесь все печально, но какая-то серая вверху линия есть, значит что-то мы получили. Вот так выглядит полная LDAU, и она в принципе не сильно падает, за исключением одноклассников. Это означает, что игра в принципе проживет еще не один месяц, а может этот год. Выглядит суммированный график вот так вот, и тут видно какие-то провалы. Сейчас мы про них поговорим. Игра по сеансу очень ориентирована на аудиторию, которая играет на работе. И они любят играть в будние дни на работе, когда они там работают, вместо работы, поэтому здесь все хорошо выглядит, но на выходные это провалы. Ну и провал на самый главный выходной Новый год. Есть еще другой график, он аналогичен предыдущему, это просмотры рекламы фулл скрин, ну то есть полноэкранная реклама, которая прерывает игровой процесс. Видим точно такую же картину. Сначала мы профичерились, у нас платформа нам налила много трафика, у нас возросли общее количество показов, потом мы увеличили частоту как эксперимента, ну чтобы зарабатывать больше, раньше реклама там раз пять минут появлялась, сейчас раз три минуты. Ну и опять же главный праздник Новый год, сильнейший провал по доходу и по количеству рекламы. Теперь перейдем к мидкор играм, кто забыл, вот напомню, два скриншота, Clash Royale, PUBG, ну и по доходу, если рассматривать, средний доход это 100 тысяч рублей, хорошие игры от миллиона зарабатывают, ну и топ 10 миллионов, то есть 100 миллионов дет на браузерных играх на HTML5 это практически нереально, ну то есть рынок такой. Вот одна из наших игр называется Земля мертвых, Земля мертвых это игра про зомби, играешь за зомби, вернее играешь за игрока, убиваешь зомби, получаешь всякие штуки, игровую валюту, на них улучшаешь убежище, потом улучшаешь оружие, убиваешь более сильных зомби и так далее. Мы получили 8 миллионов трафика и вот так выглядит статистика, то есть 4 миллиона нам фактически подарил Яндекс, 1 миллион Crazy Games, ну и другие площадки по миллиону. Что самое удивительное, есть платформа exe.ru, про нее наверное мало знают, но 400 тысяч установок мы получили от них. Вообще кто знает портал LostFilm, они являются партнером exe, оттуда достаточно много трафика наливают. Следующая игра у нас Far Orion, это наша собственная разработка, она чем-то похожа на Хроники Хаоса и на Clash Royale, ну то есть игрок играет за трех персонажей, ими не управляют, но может в бой вмешиваться с заклинанием, усиливать кого-то, ослаблять врага и так далее. Следующая это у нас Metrical Dawn, мы рассмотрим на Орионе, она выглядит вот так жутко, но у нас еще более страшно она выглядит, но мы сейчас его выключим все и посмотрим лишь важный момент. Это релиз на одной из последних платформ Congregate. Мы зарелизились и видно, что пришло какое-то количество игроков, но они все же остались. Фичеры приподнимают эту статистику, но игроки как бы нам налили и они до сих пор играют. Та же ситуация на Crazy Games. Это тоже площадка, тоже зарубежная, к сожалению, мы все последние релизы были за рубежом и в общем выглядит вот так вот. Тоже мы зарелизились и в принципе игроки играют и самое главное платят. Какие вообще сложности могут ожидать? Первое это верстка. Надо уметь верстать, и при том надо верстать и чтобы на узеньком телефоне помещалось и на каком-нибудь квадратном устройстве. Вторая проблема это графика. Разработчики многие не умеют красивые игры делать, красивую графику и получается такое. Хотя можно ассеты купить или какие-нибудь там UI элементы за 10 долларов, за 1000 рублей это вообще не проблема. Потому что такое на это времени уходит достаточно много, но по доходу все очень печально. Ну и сложность выложить на площадки. Это первая коммуникация с площадками, в чем основной нюанс. Все площадки работают по-разному. Некоторые площадки могут отказать без причины. Ну то есть сказать вы нам не подходите и там список из 100 причин. Вот. Другие площадки могут не ответить. То есть если игра вам не нравится они просто не ответят. Если они допустим за полгода не ответили, значит вы им не подходите. Ну это так за рубежкой с Россией чуть попроще, но все равно есть проблемы. Второе это интеграция API. Это тоже огромная беда, поскольку все площадки делают все по-разному. Ну допустим есть три момента связанные с платежом. Ну то есть как можно получить платеж? Первое это сделать какой-то коллбэк. Делаем коллбэк и вам на сервер приходит запрос начислить этому ну через вивкуки начислить этому пользователю столько игровых монеток. Вы начисляете это первый вариант. Второй вариант это вам приходит токен чем-то похожий на кто может работал союз Android. Вам приходит токен, вы его расшифровываете и сохраняете базы данных и начисляете. А третий вариант это может быть вызов внешний, допустим списать с баланса игрока такую-то сумму. То есть это только платежи. Еще есть там рекламные коды, пригласить друга, поделиться на стене и так далее. Есть юридические вопросы, которые тоже проблемные, особенно если брать зарубежку, если брать крупные компании, их юристы, которые согласуют по несколько месяцев договор и так далее. Ну и зарубежка это опять же санкции, нельзя сейчас в российский банк просто получить деньги. Ну и модерация, про модерацию это отдельная вещь, отдельная история. У всех площадок свои требования к играм, что-то где-то можно, что-то где-то нельзя. Допустим ВКонтакте требуют использовать их социальные функции, допустим что-то пригласить друга и так далее. Яндекс очень щепетильно относится к промо-материалам. Какие вообще можно сделать выводы? Первое это значимый рынок. Значимый рынок это все же 2 миллиарда долларов это не так уж мало. Второе это бесплатный трафик, эти 8 миллионов, которые мы получили. 8 миллионов установок, сейчас надеюсь уже больше, там ближе к 9 веке. Разные жанры и типы игр, вот можно увидеть и пазлы, и пассианс, и мидкор игры. Почти все игры можно запускать, за исключением каких-то шутеров в реальном тайме, которые, к сожалению, не особо будут хорошо работать, ну или сложные по 3D графике. Достаточно знания HTML или JavaScript, CSS, ну то есть это такие базовые вещи, которые, думаю, многие знают. ну и выводы на едином слайде из минусов, я опять же повторю, что мало информации про HTML5, вот сложно релизиться самому, ну я потом расскажу на каких площадках хорошо, но если работать с 20, это довольно печально. Что нужно знать, ну JavaScript, и в принципе его достаточно, ну неплохо знать CSS, Node, JS и SQL, чтобы хранить данные в базе данных, ну в принципе есть, вот допустим по сеанс можно сделать только на первые два пункта, интерфейс на CSS и на JavaScript. С чего начать? Ну я рекомендую платформы Яндекс.Игры и ВКонтакте, это на топ-1, они примерно одинаковые по уровню входа, и в принципе если начинать, то с них. Если идти дальше, то рекомендую ВК Play, это тоже проект ВКонтакте, вот, ну это второй пункт это ВКонтакте, ВК Play, это их отдельно еще, у них если брать большую компанию ВК, им принадлежит Одноклассники, Мой мир и куча всего, вот это vk.com и vkplay.ru ну и можно еще самому маму делать версию, выкладывать игры, если они там midcore или хардкор. Есть еще такой у нас потенциал площадок, это мы оцениваем для себя, где какая игра может залететь, ну опять же топ 2, я вам про него говорил, на счет ниже вы видите везде 9%, но это для нас одинаковый уровень, то есть для вас vkplay это простой для входа, Мой мир и Одноклассники, они сложнее для входа, для неподготовления, Crazy Games это зарубежка, есть свои нюансы, ну то есть есть тут много площадок и не забываем, что если брать midcore игры, вот Beeline там фотострона 3%, ну может речь идти о доходе с игры там десятки тысяч рублей в месяц, ну то есть с одной игры это довольно неплохо, вот эти 3% выглядят так. Если остались вопросы, то в принципе спрашивайте, задавайте, у нас есть телеграм-канал, в котором мы обсуждаем все midcore вещи про midcore игры, ну и мой личный контакт, можете задавать вопросы, если появится после конференции или там. Вопросов на самом деле очень много, я предлагаю начать с таких как бы ценностных и маркетинговых, что ли. Самый первый вопрос это про аудиторию, отличается ли аудитория от площадки к площадке и насколько? Очень сильно отличается, ну если взять одноклассники, ну я думаю, все понимают, что одноклассники это, ну кто из вас использует одноклассники? Я думаю, мало кто использует. Вот. Вконтакте, ну то есть одноклассники это совсем одна аудитория, у нас пассианс хорошо зашел, пазлы зашли хорошо на одноклассниках, но плохо, хуже на Вконтакте зашли, вот, это как бы один из вариантов. Очень аудитория разная, у некоторых площадок преобладает мобильная аудитория, где-то преобладает дисктопная, есть чисто площадки на дисктопе ориентированные, есть допустим РБК Геймс и площадка, раньше был новостной канал РБК, они там отпочковались много лет назад, уже там не, уже переименовались, но суть в том, что у них очень плохо заходили казуальные игры, у них заходили только сложные хардкорные игры, вот, ну в принципе вот такая ситуация. Друзья, если у вас есть вопросы в зале, поднимайте пожалуйста ручки, вот я вижу вопросы и пока задам быстренько еще один, много ли детей среди аудитории HTML5 Игоря или все-таки больше скачивают приложения дети? По-разному, не, не, вот я рассказывал плюсы про HTML5, что проще запустить браузер игру где-нибудь на работе или там установка для все, это как бы дополнительный шаг, который влияет на конверсию. Алексей, спасибо за доклад, подскажите пожалуйста, вот как работаете или обрабатываете кейсы, когда человек играет в вашу игру и у вас там, допустим, основной доход это реклама, да, там какие-то прероллы или как-то называется у вас, и допустим у него работает блокировщик рекламы, как вы обрабатываете там, допустим, запрещаете ему играть или, то есть не реагируете на это, как вы с этим работаете? Спасибо. Мы обычно не реагируем на это, ну, у нас много, если брать наш пассианс, ну, там более старая, скажем, аудитория, которая не использует блокировщика рекламы, вот, если брать медкор игры, ну, там у нас мало на самом деле рекламы, она там процентов 5-10 от дохода, вот, ну, в принципе, это еще площадка разруливает вопрос, там, Яндекс и так далее, они тоже там какие-то санкции принимали, я помню, за то, что если у них реклама, реклама, площадки тоже страдают, когда у них не отображается реклама, они же зарабатывают где-то половину, вот, и поэтому тоже их заботят. А подскажи, пожалуйста, как выбирается контент для рекламы, то есть это когда согласуется с разработчиком игры, с самой площадкой, вы внутри выбираете, кого выбираете. А что значит контентная реклама? Это? Ну, то есть вот у нас есть какой-то midroll, треролл и так далее, и подобные баннеры, то есть каким образом они вшиваются, и нужно ли отдельно согласовывать, что это будет за контент? Я понял, не нужно. Есть, скажем, библиотека Яндекса, вставляем код от Яндекса, вызвать рекламу Яндекса в какой-то момент, и все, это все разруливает уже площадка. Я видела, что вот еще у молодого человека был вопрос, он один из первых руку поднял. Так, спасибо за доклад, очень интересно было. Но вот у меня один момент, немножко напряг, на примере по сеансу было сказано, что вот игра живет несколько месяцев, может быть даже год, а что потом с ней происходит? Она протухает и перестает приносить доход какой-то или как? Это хорошо отвечено на этот вопрос. Есть игры трендовые, которые по тренду, то есть у каждого пользователя есть срок жизни. Вот, есть игры, в которых пользователь живет там пару дней. Вот, он зашел в игру, там поиграл, допустим, в викторину, кто будет в викторину в одну и ту же играть каждый день. Вот, такое довольно редко. И если площадка перестает наливать трафик, то игра фактически умирает. Ну, то есть, это вариант трендового подхода. По сеансу, как бы люди если раскрыли, если им нравится наш по сеанс, скорее всего, они будут играть наш по сеансу очень долго. Спасибо. Есть еще один вопрос, ты показывал очень интересный пример, как можно запустить игру в приложении Сбербанка, и в том числе на Сбер ТВ. Насколько вообще люди часто пользуются этим? Ну, вообще не особо. Мы только этим начали заниматься, исследовать эту вещь. то есть, мы это месяц, Сбер, в принципе, есть там игроки, не особо много, но они не есть. Вот, насчет ТВ, мы начали заниматься где-то месяц назад, и мы делаем, потому что это прикольно и интересно. Если брать статистику, где-то 1% будет ТВ, ну, если одну площадку возьму в вакууме, вот, 1% ТВ, 70% у них мобайл и 30% дисктоп. Вот. Примерно такая цифра. Ну, то есть, ТВ это очень непопулярно, но поскольку нет конкурентов, мы решим, мы как издатели проводим эксперименты и изучаем новые, скажем, рынки. Еще вопросы из зала? Вот, на первом ряду у молодого человека была ручка, извини, пожалуйста. Алло. Все-таки вопрос по поводу рекламы, то есть, что насчет контента? То есть, туда можно и казино вставить, это вы решаете или это решает площадка? Это решает площадка, но на своем сайте можно что угодно вставить. Ага. Площадка... А если в этой рекламе будет что-то, что вам не нравится? Ну, мы сами тогда же должны разруливать. Площадка разруливает. Площадка делает три вещи. Первое, приводит трафик. Второе, решает много юридических вопросов. Ну, а третье, они получают половину примерно дохода. Вот, и они размещают рекламу, они делают процессы платежей. Ну, то есть, мы можем через X-Solos, через UCAS принимать платежи, а они делают через свои платежные штуки. Понял, спасибо. У нас осталось время, буквально последний вопрос. Друзья, вот, молодой человек на втором ряду. Приветствую, спасибо за доклад. Пробовали ли вы размещаться в Телеграме? Мы пробуем, там почти готово, думаю, через пару недель решим юридические вопросы и будем размещены там. То есть, технически все работает, но есть юридические моменты, которые еще не решены. А исследовали ли вы вообще рынок, насколько популярна эта опция и какой ожидаете прирост по количеству пользователей? Может быть, хотя бы примерно? Ну, там десятках тысяч пользователей в месяц, думаю, там будет трафик, ну, у нас же разные игры, и будем смотреть, что будет дальше. Супер, спасибо большое. Друзья, если вы не успели задать свой вопрос или вдруг я не озвучила ваш вопрос из чата, мы сейчас с вами переместимся в дискуссию, где еще сможем долго пообщаться лично и голосом, и текстом, как вашей душеньке угодно. Нам нужно будет всего лишь парочку минут для того, чтобы пройти, соответственно, в дискуссионную зону. Вот, поэтому всем, кто смотрел нас в онлайне, спасибо большое. У вас сейчас появится кнопочка в плеере, чтобы присоединиться к дискуссии, ну а те, кто с нами в оффлайне, ножками придется немножко пройти, извините, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.